Определить пути и схемы. Ведь среди выехавших людей, это не только те люди, которые поддерживали референдумы. Здесь есть немало и даже очень много проукраинских активистов, населения. Это есть ученые, экономисты, люди, работающие в устарственных органах, работающие в органах местной власти. Это те люди, которые понимают процессы. И наша задача общественной организации это не подменять правительство, не подменять исполнительные органы с одной стороны. И с другой стороны не выступать только с требованиями ультиматума к власти. Наша задача как раз найти вот эту связь между нашими государственными органами и теми людьми, которые действительно требуют защиты своих прав. И тот потенциал, который имеется среди активистов, выехавших за пределы, он может быть использован для того, чтобы мы создали действительно четкую взаимосвязь, взаимодействие. Я говорю, тоже те же, опять же, общаясь с пенсионерами. Ведь очень много работников социальных служб, которые четко знают, как работает механизм. И они могут подсказать, как его оперативно внедрить в сегодняшнюю ситуацию. И тоже касается других сфер, бюджетных сфер данной ситуации. Сейчас я говорю об этом. Но я еще хотел сказать еще об одной нашей задаче, потому что уже, может быть, это внутренние задачи тех, кто выехал. Безусловно, немало людей, которые выехали, они еще пропитаны всей этой российской пропагандой. И не все еще доказательства создают реальность ситуации. Поэтому наша задача, как представители, именно выехавших оттуда, потому что если выступает одно дело чиновники из Киева, и они говорят, что это плохо, да, и рассказывают о том, что это делает. С другой стороны, выступают те люди, которые это прошли, которые это знают, и которые могут общаться со своими людьми на своем языке. Ну, тут речь идет не о украинском или русском, но о том языке, чтобы мы четко это видели и владели. Поэтому для этого необходимым для активистов нашей организации это действительно выход на средства массовой информации, выступления на телевидении, радио, в прессе и так далее, где мы могли разъяснять собственным языком ту ситуацию, которая происходит. И для этого наша организация сейчас создает так называемый сетевой громад. То есть мы хотим объединиться в свою громаду, создать общность людей, которые выехали, потому что утеряны права, но все равно мы остаемся членами громады в своей области, своего города, своего района. И задача наша расширить эту сеть, потому что на сегодняшний день уже поступает немало. Точнее, мы общаемся с представителями наших регионов в разных городах и, поверьте, во всех областях есть выходцы, то есть временно переселенные люди во многих городах, областей. Поэтому такие срепки мы будем создавать в каждой области и, может быть, даже и в каждом городе, районе. Это сложные задачи, но это не является самоцелью. Но чем больше людей мы привлечем к нашей деятельности, тем больше мы будем создавать, что мы вместе, что мы вместе, мы рядом, в моем громаде. Спасибо.